Если ваш образ жизни немножко интенсивнее, чем строгий постельный режим, в этом видео вы найдете много полезной информации. Тем более те, кто периодически, либо профессионально занимается спортом, фитнесом, бодибилдингом, тяжелым физическим трудом. Потому что в любом случае резко увеличиваются потери воды. Часть из них выделяется пот, часть не видите, вы теряете воду через легкие. Но в любом случае вы можете по стрелке весов определить потерю веса во время тренировки, во время нагрузки. И практически 90% этих потерь это просто обычная вода. И важно знать, как правильно компенсировать эти потери жидкости, чтобы продлить жизнь в спорте и жизнь в принципе. Я просмотрел это видео до конца, вы узнаете, как правильно подготовиться к занятиям спортом, либо тяжелым физическим трудом, как правильно пить воду во время физической нагрузки, и что делать после окончания физической нагрузки. Ну, вы знаете, подготовка, я считаю, нужна каждому. Безусловно, для спортсмена занятие 30-40 минут это разминка скорее, для человека неподготовленного это уже тяжелая физическая нагрузка. Поэтому, вы знаете, предупрежден, вооружен, есть такая хорошая пословица, поэтому я бы вам советовал перед каждой физической нагрузкой все-таки задуматься, что сделать, чтобы эта нагрузка совершалась легко и закончилась без осложнений. Поэтому перед нагрузкой за час-полтора вы должны ввести в свой организм какую-то жидкость. Я не оговорился не воду, а именно жидкость. Потому что если вы выпьете просто стакан воды, например, два стакана воды, эта вода очень легко всасывается в кровь, ее там никто не ждал, ваш организм не знает, что будет нагрузка, он вообще не знает, будет нагрузка или не будет нагрузка. Избыток воды в кровеносном русле решается легко и просто. Мочегонный, либо потогонный эффект, все зависит от температуры жидкости. В холодном виде чаще будет мочегонный эффект. Если вы пьете воду в горячем виде, потеряете в виде пота и никакой пользы вам эта вода во время физической нагрузки абсолютно не принесет. Вам нужно немножко притормозить всасывание воды из пищеварительной системы. И здесь на первую позицию выходит, допустим, украинский борщ. Русские щи, французский луковый суп, просто кашка, жиденькая такая кашка. Можно рагуз есть какой-то такой жиденькая. В любом случае у вас жидкость будет находиться в кишечнике, вода будет всасываться постепенно, и вот эту физическую нагрузку вашу будет поддерживать. А время до тренировки вы определяете сами по скорости пищеварения. Чем она у вас выше, тем ближе можно ко времени тренировки или физической нагрузки вот такую водичку в свой организм внести. Тогда все прекрасно, все отлично. Вы получили воду, которая всасывалась из кишечника в кровь. Будет медленно выделяться через кожу и через легкие. Но пока она находится в крови, вязкость крови оптимально низкая. И для вашего сердца и для сосудов, в принципе, нагрузка минимальна. Больше того, когда вы съедаете овощи, крупы в таком вот виде, макароны можно приготовить и съесть, не вопрос. Во всех этих продуктах присутствует вода, но не только вода, но и энергия для физической работы. Потому что когда пытаются снизить вес физической нагрузкой, вы играете только с водой. У вас вода гуляет большими объемами. Когда за тренировку снижается вес более чем на 100-150-200 грамм, это все была вода. Она легко и просто вернется, но с риском для вашего здоровья вы снижали таким образом вес. Поэтому так вес снижать нельзя. Это неправильное снижение веса. Если вы пытаетесь так бороться с избыточными килограммами, посмотрите, наберите на моем канале, как лечить ожирение, как снизить вес. Есть несколько видео таких, вы можете посмотреть и будете знать, как это сделать правильно. А во время тренировки ваша основная задача не борьба с весом, а удержание оптимально низкой вязкости крови. Если вы подготовитесь правильно, тренировка пройдет легко, без осложнений, и вы с хорошим уровнем здоровья, с хорошим настроением перейдете к следующему этапу после тренировки. Но что делать еще во время тренировки? Вы знаете, мнения разделились. Некоторые говорят, надо пить, другие говорят, не надо пить. Ну, вы знаете, тот, кто смотрит на часы и понимает, что чувство жажды, а это очень чуткий индикатор, который показывает на процент обезвоживания вашего организма, только у вас чувство жажды появилось во время тренировки, а тренер смотрит на часы и говорит, нет, тренировка еще не закончилась, еще какое-то время нужно держаться. Вот здесь я его понимаю. Чтобы продлить тренировку, чтобы вы могли ее выполнить и не умереть во время тренировки, вам нужно выпить воду. Вода, попадая в кровь, разжижает кровь, чувство жажды у вас уменьшается. Но чувство жажды показывает высокую вязкость крови. Это очень интересный показатель. И вы прекрасно понимаете, что густую кровь перекачивать сложно. Это приличная нагрузка на сердце и на сосуды. Как только вы внесли воду в кровеносное русло, выпили воду во время тренировки, у вас возникает интересная ситуация. Да, вода попадает в кровь, вязкость крови снизилась, зато увеличился объем крови. Опять нагрузка на сердце. То есть сердцу по большому счету без разницы, как перекачивать кровь вязкую или крови больше. В любом случае износ, в любом случае расширение полостей сердца и человек идет к спортивному сердцу. Это очень неприятная ситуация. Туда заходят всего один раз, неправильно тренируясь. Возврата практически нет. Спортивное сердце остается на всю оставшуюся жизнь. Врач-кардиолог прекрасно определяет спортивное сердце у спортсмена. Даже если он не знает, что он был спортсменом, по результатам исследований легко и просто скажет. А это большой риск. Это риск остановки сердца. Это риск неприятных осложнений, куда заходить не нужно. Поэтому, вы знаете, я солидарен с врачами-кардиологами, что во время тренировки пить нельзя. Если вы хотите все-таки продлить тренировку, у вас, на мой взгляд, появляется только одна ситуация. Как только появилось чувство жажды, которое отражает высокую вязкость крови, вы должны интенсивность занятий постепенно уменьшить, прийти в состояние покоя, проконтролировать пульс. И если есть возможность, уровень артериального давления, они должны вернуться к исходным показателям до тренировки. И вот только после этого, вы имеете право внести в свой организм какую-то жидкость. Опять-таки, не воду, а жидкость. Потому что вам, как правило, нужна не только вода, вам еще нужен и источник энергии. Поэтому, лучший вариант, если это будет сок, если это будет узвар, если это будет отвар овса, не вопрос, какую жидкость вы внесете. Вы наводнили свой организм. Самое главное, эта жидкость, она не просто в кровь попадет, она не пойдет с потом. Главное дождаться, чтобы потоотделение остановилось, иначе она уйдет с потом. Поэтому, ваша задача добиться возврата в состояние покоя, потоотделение закончилось, в это время внесли жидкость, она через кровь попала в санитую ткань. И когда вы добавите нагрузку, она из санитой ткани, проходя через кровь, будет опять-таки контролировать вязкость крови. И вы тренировку совершаете безопасно, самое главное, для вашего здоровья. Потому что один раз ошибиться, и на всю жизнь проблема. Сходите ради интереса к конюку, спросите, можно ли давать лошади разгоряченых, которые только что выполнили какую-то нагрузку, воду, пока она не успокоилась, пока она не остыла. Нет. Не даст конюк, жалко. Сотни тысяч долларов часто стоит конь. Поэтому тут очень важно понимать, что эту ситуацию так просто рулить нельзя. Просто выпил воды и все. Потому что чувство жажды говорит о том, что ваш организм это уникальный и ваш индивидуальный показатель, который показывает, что ваш организм был плохо подготовлен к тренировке, и во время тренировки получил чрезмерную нагрузку. Это индикатор того, что вы должны задуматься, задать себе большой-большой такой вопрос. Как же нужно подготовиться к тренировке, чтобы все-таки нагрузки выполнять правильно? И как заканчивать тренировки правильно, чтобы восстановиться полноценно и подготовиться к следующей тренировке? Ну, что делать до тренировки? Я уже вам сказал. Что делать после тренировки? Вот здесь вот зависит от того, в каком состоянии вы тренировку эту закончили. Ну, безусловно, как только вы закончили тренировку, неважно, закончила тренировку чувство жажды, или уже время подошло, вы понимаете, что уже тренировку пора заканчивать, и вы выполнили уже все нагрузки, которые запланировали. Вот здесь вопрос к себе. Первое, опять-таки, частота дыхания. То есть, одышка. Вы дожидаетесь, пока одышка придет, частота дыхания в состоянии покоя. Вы контролируете, чтобы пульс вернулся к состоянию покоя. То есть, было, допустим, 76 ударов. После тренировки ждете, пока будет 76 ударов. Уровень артериального давления был 120 на 80. Ждете, пока уровень артериального давления вернется к этому показателю. И очень важно, фотоотделение. Фотоотделение тоже должно закончиться. Это говорит о том, что ваш организм уже не перегревается, он уже охладился до нужного состояния. И фотоотделение, как защитная реакция, предупреждающая перегревание вашего организма во время физической нагрузки, тоже эта реакция завершилась за ненадобностью. Вот в этих случаях вы имеете право уже что-то делать. До этого вы отдыхаете. Вы снизили нагрузку до минимума. Вы можете ходить. Лежать не стоит после тренировки. Небольшая такая нагрузка должна быть. То есть, вы должны постепенно ходить, когда ваш организм восстановился. Обычно на это нужно для хорошо тренированного спортсмена 3 минуты, для обычного человека 5 минут. Если время восстановления у вас затягивается, то есть показатели в течение 5 минут не вернулись в состояние нормы, это опять-таки говорит о том, что ваш организм не готов к таким нагрузкам. Он не может их выдерживать без ущерба для своего здоровья. И нужно думать, опять-таки, как весь этот комплекс объединить. То есть, вы хотите тренироваться, но вам нужно готовиться до, правильно сопровождать во время, и что-то правильно делать после. Вот если все три точки у вас задействованы, вы все их используете, тогда скорее всего, что и восстановление после нагрузки будет у вас укладываться в те самые варианты нормы, которые должны быть. Когда показатели кардиореспираторной системы, то есть, дыхательной системы, сердечно-сосудисты успокоились, терморегуляция восстановилась, все прекрасно, тут вы задаете себе вопрос, если у вас есть аппетит, прекрасно, значит вы, в принципе, тренировались нормально, как правило, у таких людей и время восстановления нормальное, чувство жажды отсутствовало во время тренировки, тут, естественно, аппетит есть, нужна еда. Безусловно, еда не должна быть суперкалорийной, еда должна быть правильной. И фактически, прием пищи зависит от того, каким видом спорта вы занимаетесь, какой образ жизни вы ведете, то есть, тут очень много показателей, которые, ну, скажем так, нужно учитывать, для того, чтобы сказать, что нужно кушать. Но чувство аппетита говорит о том, что кушать нужно, и вы должны покушать. Если аппетита нет, чаще всего вы просто перетренировались, вы не были хорошо подготовлены. И я прекрасно понимаю, что информации такой не так много, и вы могли ее полноценно не знать, и не могли правильно использовать для своего здоровья. Здесь, безусловно, вам нужен аперитив. И только после этого пойдет еда. Ну, что использовать как аперитив? Вы можете, опять-таки, использовать сок кислого или кисло-сладкого вкуса, фрукт какой-то можете небольшой использовать, тоже такого же вкуса. Можете овощной, либо мясной бульон, рыбный бульон. Это хорошие аперитивы, которые раздражают пищеварительную систему, в принципе, вызывают секрецию желудочного сока. Объем небольшой, это 100-150 мл, не больше. Такой объем быстро, в течение 20-30 минут, должен покинуть желудок, уйти в пищеварительную систему, а в желудке должен появиться желудочный сок, и появится аппетит. Ни в коем случае не стоит использовать алкоголь, в любом виде. Да, алкоголь тоже аперитив, но во время физической нагрузки все-таки идет перегревание организма, износ белков и вязкость крови не самое лучшее, даже если нет чувства жажды. Алкоголь, он вязкость крови увеличивает, нагрузку на сердце увеличивает, и пользу от такой тренировки, соответственно, как вы понимаете, уменьшает. Поэтому алкоголь исчезает, как аперитив в данном случае, а вот эти вот аперитивы вы используете. Ну, какие индикаторы того, что вы делаете правильно или неправильно, я вам немножко их напомню. Чувство жажды. Если все делаете правильно, чувство жажды отсутствовало во время тренировки, и в конце тренировки не возникло. Синяки под глазами утром у вас отсутствуют. То есть вы полноценно восстанавливаетесь, у вас вязкость крови в течение дня поддерживается на достаточно хорошем уровне. Усталость у вас отсутствует, а вот желание заниматься присутствует. Причем это желание ваше, а не желание вашего тренера, и не желание заработать какую-то медаль. В этом случае ваши спортивные результаты растут, ну и ваш уровень здоровья тоже растет. Вы здоровье только укрепляете. Если не все хорошо в королевстве датском, то есть если чувство жажды все-таки у вас возникло, надо задуматься. Потому что вязкость крови с ней играться нельзя. Чрезмерная нагрузка на сердце может плохо закончиться. Если темные круги под глазами присутствуют, если ВСД периодички вас достает, если периодички появляется какая-то депрессия, я прекрасно понимаю, что это индикаторы, я называю эти признаки, малые признаки нарушения работы печени, от которых зависит ваше восстановление после физической нагрузки и ваша подготовка к физической нагрузке. Ну, кстати, около 20 таких признаков перечислил в этой книжке, опубликованные свои. Что делать, если у вас есть печень? Книжку можно, кстати, купить. Кстати, здесь же описано и около 50, вернее, не около 50, а 50 систем быстрого оздоровления, потому что многие считают, да, печень плохая, надо ее по шутерам восстановить. Вы знаете, 50 самых распространенных систем здесь описаны, увы, печень восстанавливается не быстро, ей для этого нужно минимум 3-4 месяца. Это достаточно продолжительный процесс, но это благодарный процесс. Потому что при хорошей работе печени физическую нагрузку выполняете легко, тренировки происходят легко и без осложнений. Поэтому тут вы сами делаете выбор, вы сами понимаете те индикаторы, которые есть и по ним ориентируетесь, насколько правильно в свой образ жизни вы вкладываете физическую нагрузку. Ну, если вам нужна индивидуальная программа восстановления, не вопрос, потому что по большому счету, к сожалению, не все тренеры по фитнесу владеют достаточными знаниями по диетологии. Поэтому их задача тренировать, ну, а задачи диетолога восстанавливать. И в союзе будет хороший результат и по спорту, и по здоровью. Если в отрыве, ну, результат в спорте чаще сомнительный, ну, результат в здоровье, в принципе, если вы понимаете, что правильное питание вашему организму нужно не только в связи с занятиями спортом, но и, в принципе, в жизни, ну, тут уровень здоровья будет, конечно, у вас сохраняться, повышаться. Поэтому вы должны, безусловно, каждый сделает выбор для себя сам. Ну, а я это видео буду заканчивать с привычными многим подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. и подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья, чтобы оно было крепким, чтобы вы не шарахались из стороны в сторону и не попадали на разные системы ложного оздоровления, ложного омоложения, потому что, ну, к сожалению, здоровье не возвращается, поэтому его нужно беречь не просто с молоду, а на протяжении всей жизни. Знаете, в одном видео я сказал, что здоровье, вернее, жизнь, это многораундовый поединок со смертью. И в каждом раунде вы должны побеждать. Нет раундов, когда вы проигрываете. Проигрывают один раунд, последний. Он последний в этой жизни. Поэтому важно знать, как побеждать в каждом раунде. А когда вы начинаете интенсивно перемещаться в окружающей среде, занимаясь спортом, фитнесом, вы начинаете больше рисковать. И важно, чтобы этот риск был обоснованный и подкреплен вашим крепким здоровьем. Чего вам и желаю. До новых встреч на моем канале.